Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН, студии Евгения Солохудинова. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Молодой и перспективный старший машинист-обходчик, котельный номер 4, пара силового цеха ММК Эйдар Татлыбаев был признан лучшим в своем деле. Рассказали о любви к профессии, которая передается из поколения в поколение. Представители трудовой династии Рогозина встретились со студентами Политехнического колледжа. Зрелищная и эмоциональная борьба за лидерство. В Магнитогорске завершился четвертый этап чемпионата России по пляжному волейболу. А сейчас об этих и других событиях более подробно. В Магнитогорске продолжается реализация масштабного проекта по преобразованию городской среды строительства городского курорта «Притяжение». В данный момент идет активное возведение объектов третьей очереди – светомузыкального фонтана и арт-квартала. Они будут введены в строй уже в июле. На глазах вырастает и детский парк развлечений, который откроется для посетителей ровно через год. Более подробно о ходе и темпах строительства расскажем далее. Масштабный проект «Притяжение», инициатором и инвестором которого выступает председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников, реализуется в Магнитогорске с 2020 года. За это время на территории городского курорта были созданы видовой холм высотой 36 метров, искусственное озеро, множество локаций для отдыха и развлечений. В рамках третьей очереди строительства здесь появятся сразу два уникальных объекта. Светомузыкальный фонтан – один из них. На фонтане на данный момент ведутся работы по финальной прокладке электрики, подключению и переходу к тестированию сплинкеров, распылителей. На самом деле это уже финишные работы. Скоро это чудо будет готово. Такого на данный момент в России не существует. Уникальные и неповторимые – это всё о нём. И это не просто громкие эпитеты. Подобных ему на самом деле нет. Общая площадь фонтана составит почти 3700 квадратных метров. Он будет насчитывать около 1700 струй, более 7000 прожекторов. Фонтан будет олицетворять процесс плавки руды и превращения её в железо. Арт-объект, который находится в центре композиции, символизирует железную руду, выполнен из специальной стали-картен, главная задача которой – повысить устойчивость материала к коррозии. Процесс плавления руды будет воссоздан с помощью технологии живого огня. То есть из форсунок будут вырываться не только водные струи, но и языки пламени. Высота основных струй, так называемых шутеров, будет достигать 30 метров. На объекте уже законченной всей инженерной работы завершается монтаж насосов и облицовка фонтана гранитом. На финальной стадии находится монтаж технологического оборудования. Ещё один объект строительства, третьей очереди притяжения – это арт-квартал, который располагается на прилегающей к фонтанному комплексу территории. В будущем он будет представлять из себя небольшой микрорайон из модульных зданий. В его основе арендопригодные помещения для самых разных индустрий. В этом году будет запущена в строй первая из трёх очередей арт-квартала. Это трёхэтажный комплекс с площадью 1500 квадратных метров. Кстати, отсюда будет открываться самый красивый вид на фонтан. Рядом со зданием располагаются два кадровых центра. Один для первичного приёма на работу, на комбинат. Второй – детский кадровый центр для демонстрации всех возможных профессий на ММК. Работы по арт-кварталу начались в 2023 году в декабре месяце. На данный момент уже выполнено более 80% работы. Выполнена внутренняя отделка, внешняя отделка. Фасад повторяет общую геометрию фонтана, руды, рисунка плитки на самой чаше фонтана. И максимально коррелируется с темой руды и арт-объекта. На ваших экранах проект будущего арт-квартала. Таковым он предстанет перед магнитогорцами уже 6 июля. Не менее масштабная стройка ведётся чуть левее от объекта в третьей очереди. Здесь буквально на глазах вырастает детский парк развлечений. Он будет сдан в 2025 году, однако уже сейчас приобретает свои основные очертания. Устроители обещают, это будет почти космическое сооружение, состоящее из основного здания, атриума и прилегающих к нему блоков, напоминающих по дизайну разломанные кристаллы. Сейчас находимся в центральной части, в центральной входной группе. Отсюда как раз весь доступ на все локации детского центра. Их здесь всего 6, помимо центральной части. К работам приступили в ноябре месяце. На текущий момент выполнено порядка 87% бетона. В голых цифрах это порядка 6 тысяч кубов ложного бетона. Выполнено порядка 1070 тонн металлоконструкции. Статус готовности 87%. В этом месяце все монолитные работы будут завершены на 100%. Из остального приступили к устройству кровельного пирога, приступили к устройству фасада вентилированного по двум блокам и приступили к монтажу витражных конструкций. Продолжаем работы по кладке из газоблока, газобетона и кирпичную кладку. Ну и в принципе завершаем уже устройство черного пола по всему периметру здания. Одной из главных особенностей сооружения является крыша атриума. Она будет представлять собой светопрозрачный купол площадью более тысячи квадратных метров. На текущий момент видите полностью завершенные строительные конструкции, алюминиевые конструкции. Завод изготовительной сущей системы, это город Новосибирск, полностью завершили. Сейчас идут работы по подготовке к остеклению. Это монтаж уплотнительных резинок в периметре следующей недели. Хотим приступить уже к монтажу самого стекла. Для остекления специалистам понадобится порядка 70 тонн многослойного стекла с керамической печатью. Уже в ближайшее время детский парк развлечений примет окончательные архитектурные очертания. Специалисты закончат герметизацию здания. В осенне-зимний период будут проведены работы по монтажу внутренних инженерных сетей и отделке помещений. Впервые побывать на его территории юные исследователи и экспериментаторы смогут как минимум через год. А фонтан и арт-квартал будут открыты для посетителей этим летом и станут настоящим подарком нашим жителям ко Дню Металлурга. Евгения Солхудинова, Олег Карпенко, Телекомпания, ТВИН. В 2014 году я приехал в город Магнитогорск после окончания Сибайского политехнического колледжа. Поступил в университет получать высшее образование на кафедру промышленная и теплоэнергетика. Проучился 4 года. Затем я устроился на комбинат в начале ВОСК. Начал свой трудовой путь с обычной рабочей профессии. Слесарь по ремонту котельного оборудования. Я занимался ремонтом на ПВСе и на ЦЭСе. В 2021 году я откликнулся на вакансию машиниста котлов по Роселон Цеху. Меня пригласили на собеседование. Я его прошел и устроился на 5-ю котельную машинистом котлов 3-го разряда. Поработал там некоторое время. Меня перевели сюда на 4-ю котельную. В марте 2024 года меня поставили сюда старшим машинистом обходчиком. В моем подчинении порядка 9 человек. Конечно, возросла ответственность, так как теперь я уже работаю с людьми, то есть ответственен за них. В состав нашего участка входит 3 котельных. Это котельная 4, котельная 5 и котельная 6. Я проработал на всех котельных со всем персоналом знаком, в очень дружелюбных отношениях со всеми. Это помогает мне в работе. Котел у нас называется ЛАОС за ФРХ 50 тысяч. На 4-й котельной у нас 2 паровых котла. Суммарная выработка порядка 80 тонн в час. Котлы у нас работают как на природном газе, так и на коксовом газе. Мы сжигаем вторичные энергетические ресурсы. То есть коксовый газ. Мы улучшаем свою работу и экологию в городе. Мы отдаем пар в тепловые сети комбината. Основной наш потребитель – это ОПЦ-5. Периодически подаю рационализационные предложения. В прошлом году участвовал в научно-технической конференции. Мои предложения касались улучшения охраны труда. Именно врезки дополнительных штуцеров в местах пробоотборных точек. То есть, чтобы обезопасить рабочих от риска получить термический ожог. Предложение было внедрено. Айдар Людусович за время своей работы зарекомендовал себя как ответственный исполнительный работник. На участке котельных 4-5-6 он является уполномоченным по охране труда. Активно принимает участие в энергоэффективных проектах, в рационализаторских. Постоянно подает предложения по улучшению условий труда. Для молодых работников на участке также является примером для подражания и наставником. Я из рабочей семьи, мне есть на кого смотреть. Мама, отец постоянно мне говорили, нужно всегда стараться, трудиться. И рано или поздно тебя заметят, помогут. Хотелось бы, конечно, начать свой путь в инженерной должности. Попробовать себя в этом плане. Я готов к новым вызовам. Команда ММК – это семья. Мы работаем в одном предприятии на благо нашего любимого города. Всем им большая, дружная семья. В Политехническом колледже прошла встреча студентов с трудовой династией Рогозинах. Вот уже третье поколение представителей этой большой семьи работает на Магнитогорском металлургическом комбинате. На встрече с молодежью гости рассказали о любви к своей профессии, а также о том, почему рабочие специальности – это престижно и актуально в любые времена. Встреча молодежи с трудовыми династиями комбината – это новый проект социально-профессиональной адаптации обучающихся, разработанный Политехническим колледжем совместно с Управлением кадров и группой компаний по ОММК. Цикл мероприятия проходит в рамках года семьи, объявленного президентом России в 2024 году и охватывает учащихся различных отделений и специальностей. Задача, которую мы по большому счету ставим в рамках данных встреч – это, прежде всего, популяризация профессий. Второй момент – это социальная адаптация обучающихся в профессиональной деятельности. Многие ребята, выбирая учебное заведение либо профессию, делают выбор неосознанно. А осознанность к ним приходит на выпуски, когда они понимают, что выборная профессиональная траектория не совсем их устраивает. Поэтому в рамках данных встреч мы пытаемся скорректировать наших обучающихся и предоставить возможность познакомиться более тесно, более в интересном формате с теми трудовыми династиями и представительством, которые существуют у нас на предприятии. На этот раз в гости к ребятам пришли представители трудовой династии Рогозиных. Глава этой большой семьи Марина Рогозина – потомственный металлург. На Магнитогорском металлургическом комбинате работали ее отец, мать и брат. Сама Марина Георгиевна пришла на предприятие в 1985 году. Начинала с должности контролера ОТК в производстве черных металлов. Затем прошла переобучение на секретаря и перевелась в механический цех механо-ремонтного комплекса, где трудится уже 22 года. Здесь же на предприятии, правда в другом цехе, работает фрезеровщиком и муж Марины Рогозиной – Виктор. По стопам матери и отца пошли и двоих сыновей. Виталий у нас 18 лет работает в цехе. Он пришел вообще токарем, с нуля начинал. Он имеет специальность токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением. И сейчас вот закончил, освоил очередную профессию зуборезчика. Талантливый парень, я вам скажу. Игорь 17 лет работает. Заканчивали мы 13-й колледж, 13-е училище, все, втроем. Он был слезаремонтник, тоже немножко переквалифицировался. И сейчас слезар механо-сборочных работ. Это вот, которые детальки точит старший сын, и механо-сборка у нас их соединяет воедино. Сыновья, как и мать, трудятся в механическом цехе МРК. Игорь и Виталий говорят, их профессии сложные, требуют наличия специальных навыков, а зачастую и переподготовки, но в то же время очень интересные. Для меня нет сложностей, я не ищу легких путей. В любом деле можно найти подход. Я понял, как работать, что нужно делать, и в принципе продолжаю это делать. Достаточно хорошо, я считаю. Интересно, и нравится сам процесс, когда что-то получается. Цех развивается, закупает оборудование, старые станки потихоньку уходят, новые приходят. И на новых интересах работать, во-первых, удобнее, интереснее, и более возможностей больше. Представители династии рассказали студентам, что для них стены комбината давно стали вторым домом. Собираясь за ужином, делятся Рогозины. Как правило, все говорят о работе. Общей и любимой для всех членов семьи, которая продолжает расти. Младший сын женился, и его жена также работает в МРК. Самое главное, что дал им всем ММК, говорит Марина Георгиевна, это возможность реализоваться в профессии, а также востребованность и стабильность, растянувшиеся на десятки лет. А это дорогого стоит. Мне очень нравится, что они рассказывают, какая у них хорошая семья, как они вместе все работают. Много чего интересного они рассказали нам, и нам понравилось это. То же самое хочу сделать, как и у них. Такую же хорошую семью, такую же здоровую династию, как у них. У меня отец тоже на ММК работает. Мы с ним думали, куда мне пойти. Он посоветовал мне пойти с ним под его крыло. И я тоже думаю о том, чтобы в будущем создать свою династию, развивать ее как-то и учиться новому. Татьяна Артенко, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. Другим темам юбилея отметил врач от Арина Ларинголог детской поликлиники номер 4 Центра охраны материнства и детства Виктор Куриной. Вот уже более четырех десятилетий он стоит на страже детского здоровья. И в планах специалиста продолжать трудиться и дальше, оказывая высококвалифицированную помощь маленьким пациентам. В перерыве между приемом пациентов врач от Арина Ларинголог поликлиники номер 4 Центра охраны материнства и детства Виктор Куриной принимает поздравления. Теплые слова пожеланий по поводу юбилея звучат из уст коллег и руководителей. Уважаемый Виктор Владимирович, мы сегодня пришли вас поздравить с вашей очередной круглой датой. Благодаря вам все наши пациенты выздоравливают очень быстро. Очень грамотный доктор, очень прекрасный диагноз. Доктор пришел в медучреждение в 1981 году. Коренной Челябинец, Магнитогорск он попал по распределению. Первые несколько лет Виктор Куриной трудился в поликлинике педиатром. Затем решил получить специализацию от Арина Ларинголога. А зампрофессии в стенах первой городской больницы его обучал заведующий лороотделением Вячеслав Суздалев. Три месяца я учился. Очень много мне дало эта учеба в первой городской больнице. Поскольку очень много оперировали там. После этого меня направили сюда. Виктор Куриной не только вел осмотры пациентов, но и оперировал в поликлинических условиях. Раньше я удалял и аденоиды здесь, и паратензулярные абсцессы вскрывали, и пунктировали пазухи. В общем, много было такой активности. Виктор Владимирович вспоминает, раньше оборудование лор-врача было менее информативным. Чтобы поставить диагноз, нужно было приложить ряд усилий. Сегодня на вооружении специалистов современная техника, которая дарит широкий спектр возможностей для диагностики и лечения. Вот этот аппарат у нас уже третий год, мы им очень довольны. Особенно продувание ушей, к нему массажа барабанной перепонки. Когда ребёнок начинает плохо слышать, мы его садим на кресло, и он начинает принимать эту процедуру. Нагрузка на доктора серьёзная. В день он принимает до 35 маленьких пациентов. С детьми рассказывает, порой приходится быть строгим, чтобы достичь главного результата – выздоровления. Работы очень много, поскольку вот этот год был вообще тяжёлый, поскольку к нам пришло очень много инфекций. И ковидные инфекции, и вирусы различные, и пштейн-бар, и вирус свиного гриппа, и вирус шестого типа. В общем, много. Вот эта сочетанная инфекция, она очень плохо сказывается на лор-органах. Очень много было отитов, гайморитов, пронтитов. В общем, работы было очень много, но мы справились. Виктор Куриной любит своё дело. Да и разве возможно, не испытывая таких эмоций, отдать профессии более четырёх десятилетий? Я люблю за то, что я вижу здесь эффект от моей деятельности. Вот когда приходит мать такая вся, как говорится, взволнованная, а когда она видит, что да, ей действительно помогли, она начинает улыбаться уже какая-то и на душе приятная. Виктор Владимирович очень у нас опытный, грамотный доктор, владеет многими методиками лечения, диагностики. Всех детей, которые мы к нему направляем на консультации для уточнения диагноза, тактики лечения, идут его абсолютно правильные назначения. Мы видим результаты. Дети довольны, родители довольны. Без этого специалиста нам очень трудно. Поэтому мы желаем ему доброго здоровья, силы, терпения, продолжать работать так же активно. Очень гордимся тем, что в нашей поликлинике трудится такой опытный, такой грамотный доктор. И очень не хотим с ним расставаться. И очень надеемся, что он будет с нами вместе ещё очень-очень много лет. Евгения Солхудинова, Олег Карпенко, Телекомпания, ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Палящим солнцем и проливным дождём встретил Магнитогорск сильнейших пляжников страны. В городе прошёл четвёртый этап чемпионата России по пляжному волейболу, где участниками стали 16 женских и 21 мужская пара. Из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Обнинска, Калининградской области и других регионов. Игру топовых игроков наблюдала Елена Ткач. Пляжный волейбол принято сравнивать с классическим. Но если взять во внимание, сколько человек организует турнир, ближе будут параллели с большим теннисом. Две команды по два человека обслуживают мощный штат судей. Равняльщиков песка, подавальщиков, спортивных секретарей и представителей СМИ. В этом году на магнитогорском этапе чемпионата России по пляжному волейболу титулы членов медиа-команды составили конкуренцию звонким спортивным именам. Диджей, фотограф, видеограф, ведущий. Медиа-дрим-тим, где каждому имени можно смело присвоить звание один из лучших в России и Европе. Магнитогорские болельщики должны понять, что это не просто, знаете, шоу-спорт, где ребята на песке мяч друг к другу перекидывают. Это огромный труд, огромная работа, которую проделывают наши спортсмены. И я клянусь вам, уж вы тут можете поверить моему слову, выпусти их сейчас на международную арену. Они бы привезли нам просто россыпь медали. Магнитогорский этап чемпионата России собрал сильнейших пляжников страны. Но в отличие от прошлого года, много равных по силе. Это сыграло турниру только в плюс, где итоги сложно прогнозировать. Одна из сенсаций почти случилась, когда мужской тандем из Челябинска, взяв на себя победную инициативу, повел в туре против лидеров из города Обнинска. Первая игра не задалась, потому что мы с этим новым мячом первый раз столкнулись вообще. И плюс еще мы тренировались без ветра. У нас такая локация, что там вообще ветра нет. А здесь тут и ветер, и мяч. И первую игру мы просто привыкали, а тут получается раз, и она разминочная игра, и вторая игра нас просто... Мы настолько почувствовали и расслабились, отпустили. В турнире выступили две челябинских команды, но вмешаться в борьбу за медали не получилось ни у мужчин, ни у женщин. Победу одержали пары из Калининграда и Калуги. Магнитогорский этап от года к году набирает мышечную массу. И здесь безусловный респект в сторону организаторов и титульного спонсора, которым вот уже четвертый год выступает Магнитогорский металлургический комбинат. Теперь осталось дождаться конкурентноспособную, заточенную на успех Магнитогорскую команду по пляжному волейболу. В Магнитогорске подтягиваемся, но пока как бы очень... Ну, не многочисленное движение, так скажу, к сожалению, да. Но мы показываем, как это может выглядеть. Думаю, для молодых ребят и девчат, которые работают на этапе, это будет очень сильной мотивацией попасть и туда, ну и просто поиграть в пляжный волейбол. Елена Ткач, Евгений Грудев, телекомпания ТВН. В Магнитогорске провели турнир по футболу, посвященный Дню России. Он состоялся при поддержке депутата Магнитогорского городского собрания по 11-му избирательному округу Татьяны Рядчиковой. На финале и награждении присутствовала наша съемочная группа. Атлант, вперед! Жарко было не только на улице, но и на футбольном поле. Борьба развернулась между командами «Сармат» и «Атлант». Сборные оказались равными по силе, но «Сармат» смог реализовать почти все голевые моменты. Но у соперника это не получилось. В итоге 5-1. Отличились нападающий Андрей Бочкарев, который стал автором трех из пяти забитых голов, и полузащитник Егор Богдановский, благодаря которому соперники не могли полноценно завершать штурмы ворот. Когда Олег мне дает пас, я принимаю его и забиваю гол. То есть ты победный гол? Я вообще обычно защитник, но сегодня меня на полузащиту поставили. Что тебе надо? Обычно просто забирать очень много. Там бежал нападающий, и я смог ему как-то, ну, прям, я упал и смог как-то там выткнуть ему между ног мяч. И там он прокатился, и там дальше нападение пошло. С помощью меня это порадовало. Турнир среди четырех команд проходил в течение трех дней. К слову, за кубок боролись не только мальчишки. В турнире была даже одна команда, полностью состоявшая из девочек. Да, в этом году, относительно того года, команды заметно стали лучше играть. Может быть, появился в этот раз, я увидел у них какой-то особенный азарт у команд. Детям всем понравилось, все получили массу эмоций, массу удовольствий получили. Лето, жара, каникулы, что еще надо детям. В итоге первое место у команды «Сармат», состоящий из мальчиков. Второе у «Сармата», в котором играли девочки, третье у «Атланта». И четвертыми стали футболисты из команды под названием «Мечта». Турнир для дворовых команд округа проходит второй год подряд по инициативе депутата Татьяны Рядчиковой. Традиционно его проводят в преддверии 12 июня и посвящают Дню России. Цель данного турнира – это еще раз рассказать, насколько сплоченная наша страна, сколько национальностей живут на наших территориях. Каждая национальность абсолютно равнозначная. Все ребятки дружат, поддерживают друг друга. Вот, посмотрите, играют команды. Каждая команда многонациональная. И везде царят дружба, взаимопонимание и взаимовыручка. Участники турнира получили заряд отличного настроения, а также медали и подарки. Юлия Черешнева, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте. Впереди вас ждут полезная и коммерческая информация, а также прогноз погоды на 12 июня. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует...